Минобороны и Минкультуры формируют агитбригады. Они должны заниматься поднятием боевого настроения с помощью духоподъемных речей. Ну, собственно, что же еще остается? О совместной работе с Минобороны заявили в эфире «Россия-24» министр культуры Ольга Любимова. По ее словам, артисты сами просятся в такие агитбригады, чтобы помочь общему делу. У нас, кстати, уже на этот счет стали шутить, что, ну вот, наконец-то будет работа для условной Ольги Бузовой. Агитбригады занимаются поднятием боевого настроения призывников, рассказали ведомостям в администрации президента. За их работу отвечают вице-губернаторы по внутренней политике. Друзья, если у нас еще есть, да, возвращается Виктор на связь. Я поделюсь, все-таки это важно, Виктор, буквально двумя словами про агитбригады, было ли это что-то подобное в Украине. У нас до сих пор множество людей, которые записывались в начале полномасштабного вторжения в территориальную оборону, но им места не нашлось. Ну, потому что есть ограниченное количество, сколько людей может вместить в себя определенные подразделения. То есть, все еще невероятно большой резерв людей, которые хотят присоединиться к вооруженным силам Украины, и не получается. Что касается активности общества, у нас все, безусловно, волонтерят. У нас невероятные суммы собираются донаты на нашу армию. То есть, нам не надо, чтобы Министерство культуры или Минобороны снимало ролики, фильмы, выступления. Что не так с Россией? Почему вот там агитбригады как раз очень даже кстати? Ну, это две противоположные, конечно же, два противоположных состояния армии, которые мы наблюдаем в России, и то, что мы наблюдаем в Украине. Как вы правильно начали свой комментарий, это очередной нарратив, который кремлевские пропагандисты хотят ввести в российское общество. И, к сожалению, чувствуется, что их креатив не досягает, вернее, не дотягивает их предшественников. Тот же самый Глеб Павловский, который, мы знаем, скончался на днях, вне зависимости от его, не будем обсуждать его морального облака, его чистоплотность. Но, тем не менее, то, как те нарративы, которые он придумывал и вбрасывал в российское общество, точно уж были намного интереснее, чем то, что происходит сейчас. А сейчас нас отправляют к поколениям не наших родителей и бабушек, а даже наших прабабушек. Если вы посмотрите на название коллективов, которые ездят на передовую к войскам ДНР, ЛНР или российской армии, то их название типа «Синий платочек», коллектив «Синий платочек». Вы представляете? Мне тяжело представить, я нахожусь в Британии, в то время, когда «Синий платочек» был большим хитом в Советском Союзе, мы знаем, это года Второй мировой войны, в Англии была известна песня «White Cliffs of Dome», «Белые скалы доллара», о том, как мы вернемся обратно, и мы все встретимся, и мы все увидимся после войны. Но мне тяжело представить, что сейчас, в 23 веке, через 70 лет выйдет какой-то поп-коллектив и назовет себя «белыми скалами доллара», как это делают россияне. Но это выглядит все очень плачевно, и это в очередной раз доказывает, что страна полностью не имеет никакой идеологии или идеи, ради чего она воюет. Потому что у любой идеи, у любой идеологии есть какая-то своя упаковка, есть какой-то свой культурный багаж, с которым она идет, и пытается призвать увеличить количество масс, которые ее поддерживают. Здесь же мы наблюдаем отсылку к нафталиновым каким-то ватникам и шинелям, которые были пробиты пулями еще в 41-м году под Брестом. Но это выглядит все очень плачевно. Сравнивать с Украиной, извините, у меня даже язык не поворачивается, потому что о стойкости вашей армии, о стойкости вашей нации сейчас складывают песни не только вы сами, но и на Западе. И то восхищение, которое проявляется Украиной, и тем боевым духом, который демонстрирует ЗСУ, здесь я считаю, что я даже не хочу оскорблять ЗСУ, чтобы каким-то образом сравнивать их с той толпой, которая воюет, с кем им приходится воевать. ЗСУ, СТУ, 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 СТУ.